Приходится заботиться о своих судах в таком полубоевом виде. Но, надеемся, это ненадолго. Отсутствие мачты, отсутствие большинства вооружения, которое, в принципе, пока необходимости в нем нет на воде. Надеемся, что все это поменяется, и мы достаточно быстро сможем вооружить их, привести их в боевое состояние и продолжать участвовать в соревнованиях и побеждать. Ну и, конечно же, не хватает нашему городу и всем ее отдыхающим, например, на этой территории, которые приходят. Где же ваши паруса, где дети, где паруса, где наш яхтинг. Ну, мы достойно переживем это, потерпим. Плохо. Скучновато. Так что, желательно было бы пораньше, чтобы закончилось. Сегодня мы понимаем, что парусные деревьяные човни должны быть на воде. Так, они не могут выйти в акваторию, но сегодня задача яхт-клубов, марин, яхтовых стоянок надать возможность властникам деревьяных судей, спустить их на воду, чтобы сберегать их технические характеристики. Ну, это, опять-таки, необходимость специфика деревянных яхт, достаточно немолодых, потому на берегу они просто могут, как говорится, погибнуть. Им нужна вода, им надо, чтобы они не рассыхались, а тем более жаркая погода наступает, и они этого боятся. Для Миколаева закрыта акватория – это втрачені возможности для парусного спорта, для спорта, который является частью ДНК миколаевцев. Поэтому крайне важно, чтобы сегодня, понимая виклики войны, понимая наши приоритеты, все-таки не втрачать направление работы с витрильным спортом. Продолжение следует... Продолжение следует...